Прошло два года с начала совместной работы всех ветвей власти, которая ведется при поддержке нашего народа. Цели нашей совместной работы просты и понятны. Мы четко определились для себя, каким путем будем развивать страну и куда будем держать курс. Об этом сегодня в Джугуркухе Неша заявил в своем выступлении президент Сорунбай Джинбеков. Заседание парламента началось с принесения присяги новыми членами правительства. Далее, воспользовавшись своим правом, выступил глава государства. Президент остановился на актуальных вопросах развития страны, обозначил дальнейший путь укрепления согласия в обществе, а также первоочередные задачи перед уходящим парламентом. Подробности в следующем репортаже. Сегодня на пленарном заседании Джугуркухе Неша трое не так давно назначенных членов Кабмина принесли присягу. Вице-премьер по силовому блоку Акрама Думаров, вице-премьер по экономическим вопросам Эркин Асрандиев и глава МЧС Замербек Аскаров поклялись добросовестно выполнять свои обязанности и служить народу Кыргызстана в соответствии с лучшими знаниями и побуждениями. После церемонии присяги состоялось выступление Сорунбая Джинбекова, глава государства становился на актуальных вопросах развития страны, проинформировал депутатов и общественность о реализации задач предвыборной программы, которые он обещал исполнить, став главой государства. Сорунбая Джинбекова, глава государства. Вот уже третий год основным приоритетом государственной политики является поддержка регионов. Финансовые потоки были перенаправлены в периферии, что заложило крепкую основу для системных изменений в жизни во всех уголках нашей страны. Сорунбая Джинбекова, глава государства. Особый подход был к решению вопроса, связанного с обеспечением чистой водой. Реализация проекта Тазасу также стала приоритетным направлением в развитии экономики страны. За последние годы 107 сел Кыргызстана были обеспечены чистой питьевой водой. Проект Тазасу тоже под контролем у президента. И без реализации этого проекта мы не можем говорить о развитии экономики, о развитии туризма, индустрии и так далее. Поэтому президент сказал, что все эти вопросы у меня на контроле. До 2024 года чистая питьевая вода появится в 715 селах страны. В целом, в ближайшие пять лет все регионы Кыргызстана будут полностью обеспечены водопроводными системами. В настоящее время уже найдено 33 миллиарда сомов на строительство системы водоснабжения в 588 населенных пунктах. Работа по развитию проходит во всех районах нашей области. Решены вопросы с питьевой водой. По поручению президента, местные власти обеспечили нас водой. Посмотрите, сейчас нам проводят питьевую воду. Мы благодарны президенту, что решение вопроса воды вышел на государственный уровень. Напрямую влияет на рост благосостояния местных жителей реализации ирригационной программы. Ведь новые орошаемые земли – это, в свою очередь, новые рабочие места, а значит и снижение миграции. За прошедшее время были реализованы следующие задачи. По первому и второму этапу до 2024 года в приоритетном порядке был определён 31 ирригационный объект, который позволит ввести более 26 тысяч гектаров новых орошаемых земель и улучшить водообеспеченность на 46 тысячах гектаров земли. На сегодняшний день проектно-сметная документация готова по 22 ирригационным объектам. Завершено строительство пяти объектов. На 14 объектах строительные работы продолжаются. В 2020 году планируется ввести 1700 гектаров новых орошаемых земель и на площади в 2500 гектаров земель ожидается повышение водообеспеченности. Особое значение уделяется поддержке экспортного потенциала страны. В прошлом году в единый реестр ЕАЭС по производству, хранению и экспорту товаров было включено ещё 47 предприятий. Таким образом, за два последних года количество кыргызских предприятий, попавших в этот список, достигло 114. Вечеринады козема системы, башка Евразия, свой колор таравынан, икбал эндитепта аналды. Бұна билеслер, 2007-чылы Россия Федерацийасы, бұна билеслер, 2007-чылы Бұна билеслер, Әрбалтур сатырлы Бұна, ұндай билеслер, ұндай билеслер, ұн тарар австрали саны дыры, эрген сангёр ұндай бұна был лек Саудовскую Аравию, Китай. В единый реестр КНР внесены 13 молочных и 4 производящих мед отечественных предприятия. Были введены в эксплуатацию 19 ветеринарных и 4 фитосанитарных лаборатории. У нас сейчас функционируют 4 лаборатории по карантинному растению. Это центральная лаборатория в городе Бишкек, Ошская лаборатория в городе Ош. За счет республиканского бюджета построена лаборатория на Иссыкуле, в селе Тюб и в Таласской области, в селе Кызладыр. Сейчас идет строительство лаборатории на Рынской области и с весны планируется начать работу строительства лаборатории в Диаллабадской области. Есть конкретные результаты решения актуальных проблем социального блока. На 30% увеличена заработная плата учителям и семейным врачам. Зарплата младшего обслуживающего персонала в среднем была повышена в два раза. Работников национальных учреждений культуры на 80%. Бюджет бюджет бұдандай көбет бұйрыс. В рамках программы «Доступное жилье» более 4 тысяч семей получили ипотечное кредитование на общую сумму в 5 миллиардов сомов. Ставки государственной ипотеки были снижены до 6%. Отметим, что все эти вопросы были указаны в предвыборных обещаниях. Реалии жизни таковы, что на самом деле на 80% выполнены все обещания, но работ еще много. Дороги у нас в каком плачевном были состоянии, даже по нашей Иссык-Кульской, в городе Каракол, в частности, сейчас вы в Караколе снимаете. Да, дороги делаются, это неплохо, конечно. Сейчас в нашем районе ремонтируются дороги, строятся детские сады, в школах появилось горячее питание. Идет хорошая работа. Посмотрите, сколько денежных средств начали выделять на поддержку сельскох производителей. Появились доступные кредиты. Для сельских жителей это большая поддержка. Улучшается дорожная инфраструктура в регионах страны. Как отметил президент, состояние внутренних дорог оставляет желать лучшего. В прошлом году новый асфальт был проложен на 335 километрах. В этом году новое дорожное полотно появится еще на 150 километрах дорог во всех районных центрах. Продолжение следует... Продолжение следует... На реализацию всех выше обозначенных задач, как отметил глава государства, направляются все силы. Все национальные программы развития, будь то питьевая вода, ирригация, улучшение инфраструктуры или увеличение экспорта. В первую очередь направлены на стабильный рост экономики страны. Президент выступил действительно как национальный лидер, видит всю ситуацию, что будет у нас впереди, и обрисовал картину, куда мы движемся, и где-то на 5 лет вперед. Мы видим, что реформы продолжаются. Гражданское общество тоже должно подключиться к их реализации и поддерживать эти начинания. Повышается зарплата работников в соцсфере. Идет цифровизация. В регионах появляется интернет. Мы должны сообща работать над ростом нашей экономики. Мы вступили на путь развития. Продолжается борьба с коррупцией и судебно-правовая реформа. Реализация этих двух стратегических задач оказывает благотворное и созидательное влияние на морально-нравственный климат в обществе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...